Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, мы с вами в Дарвиновском музее. И сегодня мы с вами немножко вспомним свои детские страхи. Наверняка у вас была такая ситуация в детстве, например, в пионерском лагере, когда вы видите в комнате где-нибудь под потолком сидящего огромного комара. И тут же все пугаются, начинают кричать, а и караул, караул, помогите, потому что почему-то сохраняется такое устойчивое заблуждение у многих людей, что эти комары очень опасны. Часто их называют малярийными комарами, но и даже если кто-то не считает их малярийными, почему-то считается, что такой огромный комар обязательно вас ужасно больно укусит. Давайте все-таки разберемся, что же это за комары, такие большие, с такими огромными длинными ногами, как они называются, чем питаются на самом деле и представляют ли они для нас какую-то опасность. Эти большие комары относятся к семейству долгоножек. Это семейство двукрылых насекомых. У этого семейства в разных языках разные названия. На русском языке мы называем их долгоножки. Вот, например, на английском языке они называются журавлиные мухи. Понятно, почему журавлиные. Мы все представляем себе, как выглядит журавль. И, конечно, вот эти вот длинные конечности, они напоминают, наверное, чем-то журавлиные ноги. А еще у этого насекомого есть название папины длинные ноги. У всех свои ассоциации. Так вот, долгоножки – это совершенно безобидные существа. Во взрослом виде они либо не питаются вовсе, либо питаются нектаром цветов. И если мы с вами посмотрим на портрет этого милого существа, то мы увидим, что у него ротовой аппарат совсем не такой, как у наших кровососущих комаров. У них нет того самого хоботка со стилетами острыми, которыми они прокалывают кожу и внедряются в нее для того, чтобы пить кровь. Их ротовой аппарат мягкий и абсолютно не приспособлен для таких ужасных вещей. То есть никакого вреда эти комары причинить нам не могут. Долгоножек очень много, их порядка 4200 видов. Живут они практически повсеместно, за исключением полярных районов, но и еще их нельзя встретить в тех районах, где слишком сухой климат. Потому что все-таки они любят влажную среду, как и другие комары, она им совершенно необходима для размножения. Яйца свои они откладывают чаще всего или в почву, или в листовую подстилку, или на какой-то болотистой местности. Личинки их питаются чаще всего уже мертвой органикой, мертвыми опадшими частями растений. Но у некоторых видов они могут питаться и живыми частями растений, и соответственно в таком случае они являются вредителями настоящими, они могут повреждать какие-то культурные растения, которые сажают человек, и тогда с ними начинают бороться. Но все-таки для самого человека это милое существо с длинными лапами совершенно не представляет никакой опасности. Кстати, может быть вы и не знаете, но у нас есть еще один канал, он называется Дарвиновский музей, и там совсем недавно вышло замечательное видео, которое посвящено еще одному длинноноговому существу, называется это существо всенокосец. И наш энтомолог Тимофей Левченко рассказывает, что у всенокосцев очень легко отваливаются конечности, они очень легко их теряют, и это такой тоже способ защиты. Схватил кто-то тебя за ногу, бац, ты ногу отбросил, и соответственно, пока эта нога там дергается в судорогах, ты уже успеваешь куда-то скрыться. У долгоножек тоже существуют подобные системы, они свои конечности, они у них довольно хрупкие, теряют они тоже очень легко. Но, к сожалению, ножки у них не отрастают, их регенерация не настолько прекрасно развита, чтобы позволить им отрастить новые конечности на месте утраченных. Если вы видите долгоножку, ни в коем случае не делайте ей, не причиняйте никакого вреда, потому что это милое безобидное существо и совершенно никакой опасности для нас не представляет. Но, все-таки малярийные комары существуют. Как же они выглядят и кого нам действительно стоит опасаться? Малярийные комары принадлежат к роду анофилис. В переводе на русский язык с латыни это название означает никчемный, вредный, бесполезный. Может быть они конечно никчемные, но для нас они скорее представляют серьезную угрозу. Вернее, представляют угрозу не сами малярийные комары, а паразит, которого они переносят при укусе. Род анофилис это тоже род комаров очень большой, они переносят малярийных плазмодиев. Это маленькие одноклеточные паразиты, которые поселяются в эритроцитах и вызывают очень серьезные заболевания малярии у человека. Малярийных плазмодиев тоже очень много. Они паразитируют не только на людях, есть малярийные плазмодии, которые паразитируют на других млекопитающих, на рептилиях, на птицах и даже на амфибиях. То есть в зависимости от того, в чьей крови они живут, на чьей крови размножаются, соответственно, малярийные плазмодии бывают разные их огромное количество видов. Но для нас представляет опасность 5 видов малярийных плазмодиев. 4 уже достаточно хорошо и давно известны. А один из видов малярийных плазмодиев открыт совершенно недавно, только в 2004 году. Это южноазиатский вид. Вообще, в целом, малярийные плазмодии его центром происхождения, по всей видимости, является Африка. Именно африканский континент больше всего страдает от малярии. Конечно, это связано не только с условиями, в которых комары рода анофилиса прекрасно себя чувствуют, замечательно живут и в огромных количествах размножаются, но и связано с социальными различными проблемами, потому что страны Африки, как правило, бедны и у них зачастую просто не хватает средств для того, чтобы предпринять все меры борьбы с малярией. И малярия это страшный ВИЧ до сих пор. Если говорить о цифрах, за 2020 год было зарегистрировано 241 миллион случаев малярии и 627 тысяч человек погибли. И в группе риски здесь оказываются прежде всего маленькие дети до 5 лет и беременные женщины. Именно среди вот этих категорий населения больше всего процент смертей. И действительно это огромная проблема, но давайте немножко подробнее поговорим. Во-первых, как выглядит анофилис, как выглядит малярийный комар, во-вторых, что происходит во время заражения малярией. Выглядит он на самом деле довольно обычно, он маленький и вообще никак не похож на долгоножку. Он размером с нашего обычного комара, у него есть пятнышки на крылышках и на теле. Вообще их тоже очень много видов малярийных комаров. Они живут практически повсеместно, в том числе они живут на территории нашей страны, практически повсюду. Они тоже не живут в слишком холодных районах, где, например, снега лежат вечные. Не встречаются они в Антарктиде, что в общем совершенно понятно почему. Не живут они в каких-то районах-пустынах, где просто недостаточно воды для того, чтобы они размножались. А так повсюду они существуют, в том числе и даже на северных наших территориях тоже их можно встретить. Но сами по себе эти комары никакой опасности не представляют, только лишь они опасны в том случае, если самки этих комаров попили кровь больного малярии человека. То есть здесь надо, чтобы все сошлось в одном, чтобы было место, подходящее для размножения комаров, были подходящие условия для их жизни и чтобы был малярийный плазмодий, который они переносят. Так вот, малярийный плазмодий – это маленький одноклеточный паразит. Самка малярийного комара переносит его с помощью своей слюны. Когда она кусает человека, если она уже заражена малярийным плазмодием, то вместе с ее слюной в кровь человека попадает малярийный плазмодий в виде таких тонких длинных клеток, называются они спаразоиды. И в течение очень короткого времени, буквально одного или двух часов, попадают в клетки печени. Что там дальше происходит? А дальше там происходит очень необычный процесс, который называется жезагония. Это такое многоклеточное размножение, то есть из одного спаразоида образуется огромное количество новых малярийных плазмодиев. В результате это приводит к тому, что клетка печени разрушается, и огромное количество малярийных плазмодиев уже совсем в другой форме, в форме мирозоидов, покидают печень и отправляются в кровяное русло. А дальше они находят там эритроциты, и в эти эритроциты проникают. Собственно говоря, способность заражаться малярией связана именно с тем, что малярийный плазмодий связывается с особыми рецепторами на эритроцитах, и благодаря этому проникает внутрь клетки, там уже он совершенно недоступен, например, для иммунитета. Внутри эритроцитов начинается опять процесс размножения, и из одного единственного спаразоида развивается от двух до сорока тысяч новых малярийных плазмодиев. Представьте, какое количество. И когда произошло вот это вот размножение, это приводит к тому, что эритроцит разрушается, и все эти многочисленные паразиты выходят опять в кровь, в кровяное русло, и заражают новые, пока еще не пораженные малярией эритроциты. Как это проявляется? Вот в этот момент, когда они уже попали в эритроциты, начали их разрушать, и происходит та самая клиническая картина малярии, которая наверняка вам известна, по крайней мере, надеюсь не лично, надеюсь только по каким-то литературным источникам или фильмам, когда у человека высоко поднимается температура, у него начинается лихорадка, его то знобит, то ему жарко, то ему холодно, он себя ужасно совершенно чувствует, и вот эти приступы малярии, они продолжаются с определенной периодичностью. Есть трехдневная малярия, есть четырехдневная малярия, в зависимости от типа плазмодия, которые проникли, эти циклы продолжаются с разной немножко частотой. Это совершенно изматывающее заболевание, которое может привести к очень серьезным последствиям, и к самым серьезным последствиям приводит такой тип малярии, который называется тропическая малярия, она самая распространенная в Африке, хотя кроме Африки, конечно, малярия встречается и в других районах с подходящими условиями, это, например, и Юго-Восточная Азия, и Южная Америка, там малярия тоже является довольно серьезной проблемой. Разрушение эритроцитов приводит к тому, что кровь не может достаточно хорошо снабжать организм кислородом, то есть это приводит к анемии, и в самых серьезных случаях, особенно если это тропическая малярия, это приводит к коме и даже к гибели. Высок достаточный процент смертности при малярии где-то порядка одного процента, и это довольно много. Что дальше происходит? После того, как многие эритроциты были заражены уже, часть малярийных плазмодиев превращаются в будущие половые клетки, в микро и макро гометоциты. Затем, если малярийный комар укусил человека, они попадают в желудок малярийного комара. То есть малярия, она не передается от человека к человеку, она передается только от человека к комару и обратно. И, кстати, мы являемся лишь промежуточным для нее хозяином, потому что у нас происходит лишь бесполое размножение малярийного плазмодия, а половое размножение происходит внутри малярийного комара. Так вот, проникая в желудок малярийного комара, те самые микро и макро гометоциты превращаются в гометы, либо в яйцеклетки, либо в сперматозоиды, происходит оплодотворение, и затем образуется зигота, которая тоже очень необычна, она подвижна, и называется она аоциста. Она проникает через внутреннюю оболочку желудка и образует образование, похожее на цисту, в котором опять-таки происходит размножение. Там образуется опять огромное количество тех самых мелких сперматозоидов, которые заражают человека. Дальше они разрывают эту аоцисту, попадают в гемолимфу и разносятся по всему организму комарана. Больше всего их оказывается именно в слюных железах. Ну и, соответственно, цикл повторяется. Опять находится какой-то несчастный, которого малярийный комар кусает, и это может привести к очень печальным трагическим последствиям. Несмотря на все возможные методы борьбы с малярией, пока, к сожалению, это еще огромная проблема, особенно для стран Африки. Хотя, ну, во-первых, разработаны вакцины от малярии. Первая вакцина была разработана и внедрена в ВОЗ в 2019 году, но она оказалась не слишком эффективной. Ну, вообще, если говорить о лекарствах, о малярии, то самое, наверное, первое лекарство его использовали еще в Китае более 2000 лет тому назад и получали его из полыни. Это однолетняя полынь, которую использовали и как жаропонижающее средство для борьбы с разными болезнями. Но самое любопытное, что эта полынь действительно оказалась очень эффективным средством от малярии, и в 2015 году один из китайских исследователей, ту Юю, получила Нобелевскую премию по медицине за разработку лекарства на основе как раз веществ, полученных из этой однолетней полыни. И это лекарство считается на сегодняшний день, как часть терапии от малярии, очень эффективным. Ну, а второй препарат, который долгое время был, пожалуй, самым эффективным и самым распространенным, от малярии, это хинин. Когда люди освоили Южную Америку, они обнаружили, что там растет хинное дерево и корухинное дерево, использовали еще местные жители для того, чтобы лечить различные заболевания. Она тоже обладала замечательными свойствами, в том числе жаропонижающими, и помогала бороться с различными инфекциями. И вот хинин, он долгое время использовался именно как средство от малярии и используется, кстати говоря, до сих пор, потому что его эффективность, безусловно. Но совсем избавиться от малярии при помощи такого средства невозможно. Была совсем недавно, в 2023 году, одобрена еще одна вакцина от малярии, которая, быть может, покажет большую эффективность, и тогда есть шансы, что все-таки удастся побороть эту болезнь. Даже если удастся не совсем ее побороть, а хотя бы снизить процент заражений, это будет уже огромная победа, потому что ежегодные человеческие жертвы просто огромные. И вообще, малярийные комары, это очень страшные существа, они не сравнятся по жертвам ни с какими другими животными. Если мы возьмем даже крупных каких-то животных, опасных, таких, например, как львы, тигры или бегемоты с носорогами, от них страдают люди, от них люди погибают иногда, но малярийный комар в этом смысле чемпион, и он убивает огромное количество людей ежегодно. Нет, на самом деле, конечно, есть все-таки надежда, что эту болезнь дастся победить, потому что действительно сейчас появилась новая вакцина, которую будут использовать прежде всего для детей. Я уже говорила, что именно дети до 5 лет это самая такая серьезная группа риска, и среди них самое большое количество жертв. Так что вполне вероятно, что все-таки с этой болезнью удастся со временем справиться. И вы, может быть, удивитесь, но на самом деле и в нашей стране малярия была серьезной проблемой вплоть до первой половины 20 века. У нас были районы, в которых малярия свирепствовала, и люди тоже страдали, в том числе и погибали от этой болезни. Был принят целый ряд мер для того, чтобы с этой болезнью справиться. Что к этим мерам относится? Ну, конечно, это осушение разных болотистых участков, особенно на южных территориях. Кроме того, относится, например, обработка различными инсектицидами, потому что если нет малярийного комара, то некому переносить малярию. Это тоже очень важный способ. Ну и множество других профилактических различных мер, в том числе и лекарства, которые можно принимать для того, чтобы предотвратить заражение малярией, они тоже оказали свое действие. Сейчас уже малярия для нашей страны это редкость, хотя бывают случаи, но чаще всего это случаи завозные, когда люди уезжают в какие-то тропические страны, особенно страны Африки, и заражаются малярией там, затем приезжают в Россию, и уже это заболевание у них есть. Но характер эпидемии в нашей стране оно не носит. И, кстати, вот недавно я прочитала, что Китай заявил о том, что он полностью избавился от малярии. Это очень хорошие факты, которые все-таки дают нам право надеяться, что вскоре такая серьезная болезнь, она отступит и не будет наносить такого огромного вреда. Друзья, обратите внимание, что мы с вами находимся в экспозиции, которая посвящена вирусам. Вирусы это тоже очень серьезные проблемы, их много, и некоторые из них вызывают очень серьезные болезни, с которыми тоже человек не мог справиться, но и не может справиться по сей день. Но, тем не менее, вирусы к сегодняшней нашей теме не имеют ни малейшего отношения. Плазмодии это не вирусы, это одноклеточные ядерные организмы, а мы здесь находимся просто потому, что здесь красиво. Ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, все. Пожалуйста, не забудьте подписаться на наш канал, и если вам понравилось видео, поставьте лайк. Ну и, конечно, приходите в музей, мы всегда рады вас видеть, и всем хорошего дня. Пока! Ведь это все, на самом деле, основано на каких-то белках-рецепторах. То есть, чтобы проникнуть в определенные ткани нужно, чтобы паразит, паразит в этой ткани пропустил организм. Поэтому там должны быть какие-то рецепторы, с которыми плазмодий каким-то образом взаимодействует. Причем, посмотри, там происходит так, что плазмодий живет в нескольких тканях, что у человека он живет то в тканях печени, то в тканях крови, в эритроцитах. И совершенно то же самое происходит с комаром, с основным хозяином. Потому что он может жить у них и в следных железах, и может жить в желудке, в разных формах. Это вообще потрясающе. На самом деле, паразиты — это, наверное, самые удивительные существа, и вот эти вот их сложные жизненные циклы, они поражают. Чтобы освоить нового какого-то хозяина, должны произойти какие-то мутации, которые позволят это сделать. Вот, например, считается, что человеческие малярийные плазмодии, они изначально паразитированы на обезьянах. Вот, затем произошли какие-то мутации, которые позволили ему освоить нового хозяина. Вот, то есть это все очень не быстро и не так легко, как кажется. Можно заразить? Нет. Через шприц нет. Можно заразить при переливании крови, если кровь... То есть, например, в районах, где свирепствует малярия, там делают дополнительный анализ, чтобы проверить, нет ли плазмодиев. То есть это надо смотреть кровь под микроскопом, и вот эти плазмодии внутри крови, они достаточно неплохо видны. Человек становится заразным не сразу с момента, как он получил малярийного плазмодия с предыдущим укусом, да, и не то чтобы сразу, то есть должен быть какой-то определенный процент этих плазмодиев уже, определенный процент эритроцитов пораженных, определенная концентрация паразитов крови, только в этом случае будет вероятность заражения. Может так, что укусил, но не передал. Такое тоже возможно. В данном случае эта история скорее не комаров, а плазмодиев. То есть плазмодии настолько эффективно размножаются внутри организма человека и также эффективно размножаются внутри организма комара, что, насколько я понимаю, если плазмодия уже попала в кровь человека, то вариантов нет. Ты заболеешь малярией. Вопрос только в какой... А, кстати, от малярии нет устойчивого иммунитета. Это не так, как ты, не знаю, там, ветрянка переболела, больше не болеешь. Нет. С малярией это не играет. Мало того, что ее 5 типов, то есть если ты одним типом заболел, то ты потом совершенно легко заразишься любым другим. И еще этот иммунитет на какое-то время есть у тебя, но он короткий достаточно, и потом ты снова можешь заразиться даже тем же типом. Если достаточно уже высока концентрация плазмодия в крови насосется. То есть это не произойдет только в том случае, если заболевание в самой начальной стадии, если оно еще не дошло до первых вот этих приступов малярийных, когда уже массовый выброс произошел в кровь, то есть когда внутри эритроцитов произошла вот эта та самая эритроцитарная шизогония, это размножение множественное, когда из одного паразита получается сразу несколько тысяч. И они массово заражают огромное количество других эритроцитов.